Луна Луна Большой интерес представляет и вулканическая деятельность лунных недр, открытая советским астрономом Козыревым. Луна Ответы на эти и многие другие волнующие человечество вопросы даст исследование Луны с помощью межпланетных космических аппаратов. Советская наука положила начало этой новой эры. Эры непосредственного изучения и освоения Луны. Луна-1. В январе 1959 года она прошла вблизи Луны, передала на Землю научную информацию и стала первым искусственным спутником Солнца. Луна-2. Запущенная 12 сентября 1959 года, она доставила в северо-восточную часть моря дождей советский вымпел. Луна-3. 7 октября 1959 года, с расстояния около 66 тысяч километров, она сфотографировала обратную, невидимую из Земли сторону Луны и передала снимки на Землю. Этим снимком сделан первый лунный глобус. Освоение Луны — одна из важнейших задач космонавтики. Решение этой задачи окажет заметное влияние на развитие многих земных наук, обогатить человечество новыми знаниями о сокровенных законах природы. В 1963 году советские ученые и конструкторы приступили к отработке космического аппарата для доставки его к Луне и мягкой посадки на ее поверхность. Мягкая посадка на Луну — сложнейшая техническая проблема, осуществление которой потребовало большого объема экспериментальных работ, новых научных и технических решений. На линии сборки — космический аппарат «Луна-9». Двигательная установка включается дважды при коррекции траектории и торможении аппарата перед посадкой на Луну. Топливо — самовоспламеняющееся. Все сопло работают попарно. Приборный отсек объединенной системы управления. Эта система стабилизирует и управляет полетом двух последних ступеней ракеты-носителя и выдает необходимые команды сигналов в период коррекции траектории и при торможении космического аппарата вблизи Луны. Корпус отсека герметичен. Заполняется он газообразным азотом. В корпусе этого отсека размещены приборы командной и радиотелеметрической систем космического аппарата. На корпусе смонтированы баллоны с торжатым до 350 атмосфер азотом, электропневмоклапаны, управляющие сопла и другие элементы исполнительных органов системы ориентации. Здесь же установлен импульсный высотомер. Его антенну вы сейчас видите. На расстоянии 75 километров от Луны он выдаст команду на включение двигателя для торможения космического аппарата. Основные приборы системы ориентации размещены во втором боковом отсеке. Оптические датчики этой системы конструктивно объединены в блок коррекции и ориентации. При испытаниях этого блока на стенде с тремя ступенями движения имитируется полет космического аппарата. Внешними источниками света воспроизводится освещенность датчиков Луной, Солнцем и Землей. Монтаж автоматической лунной станции. В нижней полуоболочке устанавливается система терморегулирования, автоматически обеспечивающая нормальные температурные условия работы аппаратуры станции. На эту же полуоболочку устанавливается блок радиоаппаратуры с источниками питания. Источники питания лунной станции рассчитаны на обеспечение работы пяти полных сеансов связи. На верхней полуоболочке монтируется телевизионная камера и ленточные антенны. Головка телевизионной камеры. Сейчас вы видите лунную станцию с раскрытыми лепестками и развернутыми ленточными антеннами. В таком положении она будет работать после пленения. Автоматическая станция помещается в наддувные баллоны-амортизаторы и закрывается термоукупоркой. Баллоны-амортизаторы заполняются гелием на участке торможения космического аппарата. Как показали испытания, амортизаторы предохранят станции от удара олумы и поверхность даже при возможном падении на острые выступы. Сбрасываются баллоны-амортизаторы с помощью пиротехнических средств. Лепестковые антенны в сложенном положении работают на прием и передачу. А после раскрытия только на передаче информации с борта станции. Команды Земли будут приниматься четырьмя штыревыми ленточными антеннами. Техническая позиция полигона. Космический аппарат с автоматической станции пристыкован к последней ступени ракет-носителя, блоку L. Вес собранного и заправленного топливом, азотом и гелиям аппарата составляет 1583 килограмма. Вес самой лунной станции, включая баллоны-амортизаторы, 104 килограмма. Подготовленная на технической позиции, ракета-носитель 8К-78-6Е транспортируется к месту старта. 31 января 1966 года. Время и дата запуска космического аппарата. Луна-9 были приурочены к наступлению лунного утра в районе океана Буй. В период лунного утра наиболее благоприятны температурные и световые условия для работы аппаратуры. С орбитой искусственного спутника Земли, последней ступенью ракет-носителя, космический аппарат выводится на траекторию полета к Луне. Примерно через 30 часов полета начинается сеанс астроизмерений, уточняющие координаты станции перед коррекцией траектории. При этом космический аппарат ориентируется на Солнце, затем на Луну и Землю. Измеренные угловые координаты аппарата передаются на наземные станции. С Земли после определения отклонений действительной траектории от расчетной на борт аппарата выдаются данные для коррекции. Продолжение следует... Аппарат закручивается для равномерного нагрева его поверхности Солнцем. 3 февраля 1966 года. По полученным данным астроизмерений, на борт станции передаются уставки для ориентации ее к заключительному сеансу торможения. Этим уточняется место прилунения космического аппарата. На высоте 8500 километров продольная ось аппарата направляется на центр Луны. Избранное направление лунной вертикали сохраняется управляющими органами системы ориентации с помощью оптических датчиков и запоминающего устройства. На высоте около 75 километров от поверхности Луны по команде радиовысотомера включается двигатель. Амортизаторы станции заполняются гелием и отделяются боковые отсеки. 3 февраля 1966 года в 21 час 45 минут 30 секунд советская автоматическая станция Луна-9 совершила мягкую посадку в районе океана Бурь. 4 февраля в 4 часа 50 минут по московскому времени автоматическая станция начала обзор лунного ландшафта и передачу его изображения на Землю. Впервые в истории аппарат, созданный руками человека, благополучно прилунился и воли советских людей передает на Землю информацию, которая имеет неоценимое значение для науки. Телевизионная камера, действующая по принципу фототелеграфа, обеспечивает четкость изображения. Впервые люди увидели лунную поверхность во всех деталях, так как ее увидит когда-нибудь глаз космонавта. Сфере фотографий лунной поверхности, сделанных при различных высотах Солнца над горизонтом, представляет исключительную ценность для исследования структуры лунной поверхности. В районе нахождения станции она шероховата, имеет много углублений и бугорков. Местами разбросаны отдельные образования типа камней. Небольшие впадины до 2-3 метров видны в различных местах панорамы. Прошло всего лишь 2 месяца после свершения мягкой посадки станции Луна-9, и вот новая весть. Создан космический аппарат Луна-10, искусственный спутник Луны. Он передаст на Землю сведения о магнитном поле в окололунном пространстве, о плотности микрометеоритов, радиотонных условиях свойств окололунной плазмы и многие другие научные данные. Луна-10, искусственный спутник Луна-10. Продолжение следует...